здравствуйте сегодня я к вам опять с новостями по продаже картин у меня две работы были приобретены больше месяца назад одной покупательницы которая до этого уже у меня достаточно много работ купила и она сразу эти работы как-то не договорилась как нам ей отослать она сама родом отсюда и у нее тут много знакомых из воронежа а живет в москве и она сказала что ей кто-то по пути завезет эти картины мои кто-то должен заехать забрать и вот короче время идет покупательница как-то ничего не пишет я уже стала волноваться думаю что такое деньги уже переведены давным-давно работы читать не забирает попросила руслана с ней списаться так как он у меня отвечает за все организацию коммерческой связи кстати то он по образованию или затор коммерческих связей и обсудили в общем покупательница в итоге она согласилась чтобы эти работы и отослали а каким образом почты транспортной компанией ну вот то есть бывают и такие люди которые оплачивают как бы окупают работы но при этом сразу не готовы их забрать конечно немножко странная ситуация для меня то есть мне кажется если ты там плачу за что-то деньги хочется как можно быстрее начать этим пользоваться но вот бывает и такое две работы которые написаны давно вообще у меня сейчас про них расскажу вот картина во-первых хочу про нее первое первое рассказать она необычная и совсем в моем стиле и написано она уже достаточно давно она написана получается там четырнадцатый год полтора года назад до написано на пхукете когда мы жили мы тогда там жили два месяца в ту зимовку потом поехали в вьетнам ну потому что виза там у нас всего лишь по-моему было на три месяца в таиланде и вот это время это много работ успела написать включая вот эту работу работа это она как-то вот в интернете не возымела особого какого-то воздействия мало лайков собрала как-то народ не среагировал хотя мне сама она очень нравилась потому что она в необычной совершенно техники она такая декоративная и я ее представляю очень хорошо современном интерьере с белыми стенами то есть она на мой взгляд но у стильная такая необычная но вот как-то люди почему-то они не восприняли ее может быть сочетание цветов показалось странным может не знаю там сюжетом не знаю это на мой взгляд конечно для на любителя на белой стене я представляю причем без рамы совершенно вот именно вот такого вот видите она кстати у меня тут прокрашен торец таким вот фиолетовым вот и эта работа она у нас достаточно долго до было получается полтора года вообще работают редкие так залеживаются и я на нее ставил вначале цену выше потом я ее снижала потому что чувствую ну работа как-то залежалась нужна движуха вот хочется чтобы нашелся на нее покупатель ценитель и я снизила цену работа достаточно большая 40 на 60 то есть в принципе у меня обычно мой вообще стандартный формат это 40 на 50 мне на нем комфортнее всего а это 40 на 60 раньше я экспериментировал с таким форматами сейчас такой формат практически не использую вытянутый во первых для меня вот он именно пропорции не очень мне нравится я люблю ближе к квадрату все-таки 40 на 50 ну вот мы на пхукете когда жили так был большой выбор холстов разных размеров сейчас там его берем холсты там как-то не особо большой выбор пропорции там еще на пхукете не очень нравились холсты 40 на 40 квадратный тоже прям квадрат мне прям нравился на 40 маловато я 50 на 50 конечно писала на 50 на 50 там где мы берем там просто нет вот такую работу значит вот нашелся на нее покупатель это хорошо вот и еще одна работа которая тоже была написана но она была попозже она была написана прошлым летом или сентябре или в августе это же как ни странно она связана с пхукетом хотя писала я и в воронеже она называется пхукет хуабич это такой небольшой пляжик куда мы ездили с русланом купаться там практически не было людей там немножко было рыбаков и все и вот удивительно да интуитивно женщина выбрала две работы то есть внешне они между собой никак не связаны но они получается связаны вот этим местом островом пхукет тайским и это любопытно потому что принципе про эту работу даже не написано нигде что на пхукете там написала вот тут тут название и слова пхукет там ничего нигде нету но человек как-то так интуитивной энергию связанную с таиландом выбрал вот работа небольшая 30 на 40 тоже масло вот и вообще да вот странный выбор обычно люди когда выбирают работы несколько за один раз они берут работы либо по данным похоже либо по размеру либо по по сюжету да там цветы ну часто по вами берут то есть а тут получается работа на совершенно разные может быть человек конечно бывает такой косяка работа берет в подарок другую работу берет для себя вот или там может быть это два подарка разным людям и поэтому они такие разы то есть это совершенно таком современном стиле модернистском вот это вот более классическом варианте тоже цвета достаточно яркий но все равно здесь все-таки я кистью и и писал эту работу писала на стихина ну вот вот такая интересная продажа сегодня эти картины у нас уедут транспортной компании в москву и это хорошо что они наконец-то уедут своему владельцу законную потому что я вот себя ощущала не ловко ну тем более если я там соберусь куда-то уехать там отдыхать допустим не захочется путешествовать или на море а че а тут в этот момент как раз эти поедут знакомые то может такая неловкая ситуация получится да что я ждал полтора месяца и тут мы не смогли ему их передать но вообще немножко про текущие дела расскажу у меня возникла идея благодаря одному моему знакомому написать серию абстракций чистых абстракций я не писала мне абстракции нравятся скажу честно и вообще не хотелось давно начать писать абстракции но говорится что-то ему мешало может быть трое детей может быть директор школы вот не знаю почему но вот сейчас у меня появился такой посыл из внешнего мира один мой знакомый человек тоже недалекий от творчества и от изобразительного искусства товарищ который с нами две зимы на букете вместе зимовал он закончил художественную школу а сейчас он занимается 3d моделированием я кстати тоже свое время занимался 3d моделированием интерьеров и он то есть у нас с ним в общем то получается по профессии много общего и вот он мне написал недавно вконтакте и это просил совета говорит вот я смотрю тут картины пишешь так это все интересно так это все здорово мне так вдохновляет я хочу говорит тоже попробовать маслом дай там совет что купить для начала каких-то может быть там именно подсказок технических а вот а потом говорит а вот ты знаешь там у меня какие-то есть идеи вот именно связанные дизайн интерьера ты там могла бы там серию абстракции написать и давно ссылку показать каких ну что в принципе у меня до готовых абстракции нету вообще у чистых абстракций вот но в плану это в перспективе это не сейчас я вот там продвигаю там свою идею один проект вот а я тут подумал хороший повод написать абстракции по хотя бы попробовать себя в них потому что абстракция это такая интересная тема на мой взгляд в абстракции то есть я считаю что у меня уже навыков достаточно для того чтобы написать хорошую красивую абстракцию потому что мое представление в абстракции первое что очень важно это колористическая гамма то есть вот это вот я считаю что у меня с этим все в порядке все очень много этом уделяла внимание свое время и я думаю что пока не мои абстракции должны быть красивыми второе это именно решение тональное то есть что это означает сейчас объясню тем кто начинает возможно не совсем понимает о чем я говорю это вот по сути если взять вот картину вашу да и сделать ее черно-белой фотошопе ну или там каком-то другом редакторе убрать цвет то хорошая красивая картина она будет хорошо выглядеть даже в черно-белом виде за счет чего за счет вот это вот тональности именно сочетание светлых темных пятен то есть переходов оттенков после глоте не по цвету вот если в картине мешанина с тональностью то есть если у нее нету четко светлых пятен темных пятен промежуточных каких-то 5 если они плохо сочетаются до картина даже в цвете будет выглядеть как-то не так это я просто объясняю сейчас тем кто начинает и поэтому когда людей обучают живописи в принципе правильно это вначале учи делать человека черно-белый эскиз картины именно разбирать по тону по крайней мере так меня учили вот то есть надо находить самые светлые объекты самые темные объекты и какие-то промежуточные то есть надо четко представлять себе что светлее что темнее потому что глаз он воспринимает объекты объемными именно за счет вот именно вот этого светотеней за счет вот этой тональной разбора вот а поэтому это в принципе основная машина ошибка начинающих что они могут как бы использовать все цвета одинаковой светлоты в картине и вот тогда будет странно да вот они могут сами не понимать почему такая мешанина вроде может быть и грязи даже нет но вот что-то не считается не не контрастный работа получается не контрастную для те кто работает у графики фотошопе для них это понятно понятие контраста то есть ты просто контрастность движочек двигаешь когда данной фотографии украсть становится она более проская счет чего за счет того что светлость стага Boye светлому потеняло становится более темным вот и вот я считая в абстракции вот этот момент тоже очень важен кс цветовые пятна которые там есть они должны быть разобраны потом что то должен быть светлый что это должно быть темное, помимо именно колористической гаммы. Но и третье в абстракции, на мой взгляд, что важно, это именно форма этих пятен, то есть форма должна быть эстетичной, она должна быть красивой, те формы, которые присутствуют в абстракции, они должны красивую композицию составлять, то есть композиция тоже важна. По сути, получается, важно все то же самое, что и в обычных работах, там, в букете, в пейзаже и в портрете, то есть важно, чтобы была гамма красивая, чтобы был разбор по тону красивый, тональное решение, контрастность была в работе и чтобы была композиция. Вот. Все это я сейчас вот уже ощущаю на интуитивном уровне, поэтому я воспринимаю абстракцию с интересом очень чужой абстракции. Есть у меня и любимые художники-абстракционисты, и работы, я очень люблю собирать работы, понравившиеся в отдельные папочки и для вдохновения именно. У меня на компьютере очень много таких папочек по художникам чаще всего, но иногда по жанрам. Если, допустим, у одного художника мне не нравится много работы, то я его в какую-то общую папочку вкладываю. Абстракция вообще интересная тема, то есть, да, по сути, ты не изображаешь объект вот такой, который узнаваем, да, умом твоим, можно его, так сказать, просканировать и определение ему дать, но при этом принципы все те же самые, что в обычной картине. И именно поэтому абстракции некоторые люди любят. Хотя вот у меня до поры до времени, я почему не писала, у меня было ощущение, что абстракции, наверное, будут хуже восприниматься, менее понимаемые потенциальными покупателями. То есть, именно в коммерческом плане, что они менее выигрышны. Но вот сейчас у меня почему-то изменилось это отношение. Вот, видимо, что-то в голове пересчелкнуло, и я написала одну маленькую работу абстрактную. Абстрактную работу просто-то была проба пера, у меня был подмалевок небольшой, она совсем маленькая, то есть ее в принципе, я думаю, что такие абстракции, наверное, не востребованы. То есть абстракции, мое представление, они должны быть, во-первых, большие, то есть это должен быть холст, ну не меньше, наверное, 50 на 70. И я представляю абстракции в интерьере, вот как был в прошлом дизайнер, да, архитектор-дизайнер, я представляю, что это должны быть, конечно, картины без рам, то есть они должны быть внушительные, большие, но 50 на 70 это минимум. То есть, а то, как я себе представляю, это, наверное, даже на 60 на 80 вообще где-то будет в среднем, так что я подумываю о том, чтобы написать серию вот таких больших работ, вот, а сейчас я вам покажу вот эту маленькую абстракцию. Вот она эта абстракция, то есть она совсем крохотулечка такая 24 на 30 сантиметров, ну на ней, это была по сути моя проба пера, да, то есть я собиралась вообще другую картину писать, дописывать причем, у меня было выложено, выложены краски определенная гамма, определенная палитра была для этой картины, уже на палитре выложена. И я думаю, о, хорошее прям сочетание, красивый очень цветок, думаю, попробуй-ка я из этого сделать абстракцию. А подмалевок был, вот он такой был какой-то у меня, ну, буроватый, какой-то нейтральный, зеленоватый, фиолетоватый, в общем-то для подмалевок хорошо, когда подмалевок не очень чистых цветов, а такие вот как бы сложные, достаточно темные оттенки. И вот я такую абстракцию написала достаточно быстро, выложила уже ее на продажу, люди заходят, смотрят, интерес у людей есть, ну, конечно, размер маловато, для абстракции это, конечно, я считаю, очень мелко. Но у абстракции есть какой плюс, на мой взгляд, именно для покупателя, то, что абстракцию можно воспринимать по-разному, можно вот так ее воспринимать, вообще другая картина, можно вот так ее воспринимать, то есть композиция очень сильно меняется, очень сильно меняется именно вот эмоциональное содержание на мой взгляд, работы, когда ее можно по-разному перевернуть. И большая абстракция в интерьере, я считаю, она еще интересна тем, что как раз можно экспериментировать с ее положением в пространстве, и это тоже будет менять интерьер. То есть захотелось чего-то изменить, какую-то мебель передвинул, картину перевернул вертикально, и все, интерьер вообще изменился. Особенно, если эта картина большая, если она несет нагрузку, если она 60 на 80, если она 80 на метр, например. Так что абстракция, на мой взгляд, очень большое будущее. Единственное, у меня, может быть, есть сомнения, что все-таки большая широкая публика, большое количество людей сможет это воспринять, оценить, не знаю, но наверняка есть именно ценители абстракции, потому что у меня есть полуабстрактные работы, где формы все-таки объекта угадываются, но при этом очень много таких абстрактных пятен, и на них всегда очень большой спрос был, и их забирают достаточно быстро. То есть, значит, люди современные и тонко чувствующие такие вещи современные в искусстве, они все-таки есть. так что я вас буду держать в курсе того, что будет появляться, и как это будет покупаться, конечно, прежде всего, потому что интересно, мне самой интересен этот эксперимент, связанный с абстракциями. Вот такие вот творческие дела. Спасибо большое за внимание, желаю вам успехов, желаю, чтобы ваши картины писались, продавались, и все это было радостно. Спасибо. 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 Спасибо.